всем доброе утро друзья сегодняшняя погодка у нас вроде нормально мне еще даже не смотрел сколько градусов пасмурно церковная парковка забита на готове топок у меня как думаете почему потому что только похвасталась что тараканов нет как как опять откуда-то они начали возникать мне кажется не вот оттуда вылезли на сегодня пасти рушка продолжается пасти рушка и разберу шка здесь же у нас снеки хранятся вместо очень мало у нас конкретно у нас мало шкафов надо будет как-то продумать систему хранения в новом жилище чтобы можно было хранить потому что набираю очень много всяких снеков это еще не все еще в шкафу у меня хранятся все быстро подъедается помнила писали как-то в комментах типа на стиркой занимается типа немного ума надо стиркой заниматься и немного времени так то ну так конечно без сомнения немного времени занимает подмести не очень много времени занимает разбор белья все еще ой включилась как раз готовка но суммарно естественно это все время отнимает так что вроде вроде все просто тем более когда есть такие классные агрегаты но естественно какое то время на это уходит собрать разложить разнести но это и не жалость это и потому что когда вот труд чужой обесценивают всем привет привет друзья сегодня в моем родном городе ростове-на-дону проходит день города проходит в силу разных обстоятельств не так как раньше раньше день города проходил действительно ярко выходили на театральную приезжали какие-то коллективы и баста в каком-то не помню в каком году приезжал ходили подпевали салюты фейерверки сейчас конечно такого уже нету сегодня день города прошел как того и следовало ожидать выставка военной техники я зашла просто посмотрела что памятный день такой бой город родной выставка военной трофейной техники но такой праздник праздник который ладно я не хочу это комментировать но тем не менее вы военная техника и призывы на пойти служить по контракту вот такой праздник грустно на самом деле несмотря на то что я здесь естественно остается родной город естественно наблюдаешь за этим естественно все это продолжает волновать плюс пожары ростовская область вся горит сегодня очередной пожар тоже переживаю читаю заволокло там дымом горят дома в том числе жилые у нас очень ветреная область очень большие ветры там и вот сегодня прямо сильные порывы они не могут потушить и надеюсь что все будет хорошо но смотрю видео оттуда конечно переживать на там пол ростова заволокло дымом на память остались только фотографии как мы ходили гулять с детьми в этот день всей семьей выходили действительно был праздник шли концерты мы жили недалеко театральной площади это центр ростова и там выступали коллективы все было замечательно мирно мирные песни короче на меня что-то нахлы нахлынула столько новостей каких-то вот по приходила поэтому прямо нахлынула знаю меня смотрят ростовчане из ростовской области иногда люди писали привет земляки так что в любом случае все равно поздравляю хочется по здания видео выходит с опозданием с праздником пусть будет хорошо и когда-нибудь вот эти все былые времена вернуться и вернуться праздники все будет по-прежнему никакой военной техники никаких записей контрактники никакого вот этого хочется хочется прямо выругаться но скажем так никакого вот этого кошмара все что с праздником мы надеемся что впереди ждут ждут только замечательные мирные времена хочется об этом хочется в это по крайней мере очень и очень сильно верить об у нас подготовка как видно лепешка не успевает еще нам надо есть но я думаю скоро надоедят что мы часто их часто слишком видим и помидорку у нас в алде будет немецкая неделя она проходит два раза в год вот она была когда она была не помню по-моему весной было и сейчас будет в сентябре вот я хочу сходить очень давно не было в алде уже список у меня специальный для алде там фарш я всегда покупала сыр может завтра поеду может через пару дней уже там выходной вот и что-нибудь купим с немецкой недели не знаю что печенье у них там вкусная вот это консерва в банках селедка в томатном соусе тоже ничего так что еще штрудели 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 это что-то с чем-то это вкусно жирно это это сытно вот может штрудели купим посмотрим костка мне вот эти огурцы дешевле дешевле всего чем в других магазинах что банка огромная сколько тут тут литр 360 вот очень много прямо так кучно огурцы положены в эту банку и выгодная там цена четыре чем там по моему около пяти долларов в общем классно это разлил пузырики а почему у ляли денюжка валь что ляли денюжку дала наша ляля с долларом лежит мало потому что помогу что ого пузырек кому-то постель заправили кто-то закопался потом в постели не получается это этот пикачу да валя рисует вот так подкладывает листик и здесь изображение будет поэтому такая сложная конструкция не любишь отчета начала тогда того а сама начала рисовать а это деньги 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 ну да если один раз подвинуться то все сдвинется вообще это ты немного рисуешь тут пустой скетчбук дожди валяна вообще приготовилась валяна пашина а моя вообще соус это смесь соус китчуп это песок сегодня с лепешкой обычный это нам прислали вот эту вот такую листовку у меня как-то спрашивали если кружки в нашей школе по-моему по началке спрашивали принудила час начала говорить и засомневалась по началке или спрашивали или по другим школам на короче вот тем не менее в началке есть театральный класс музыкальный театральный класс 3 3 5 классы могут туда ходить 175 долларов стоит после школы понедельник и среда с 3 до 4 помимо этого это я письмо открыла у нас есть лего клуб пикбол клуб и покемон клуб лего от значит до 5 класса с началки но вся началка пикбола с 3 по 5 покемон 4 по 5 класс можно вот я не очень помню не очень поняла это бесплатно или нет вот есть форма прошлом году я регистрировалась на лего клуб и нас не взяли места закончились в этом году не буду регистрироваться потому что ну я уже говорила уже уже говорила сто раз мы будем уезжать поэтому не хочется мне валю привязывать каким-то клубом вещам чтобы было проще это письмо ли ставят прислали письмо за школа сегодня у меня хлебушек день хлебушка сейчас у меня подойдет поставлю и день курочки день хлебушкой курочки так крышка крышка чистая это просто тесто подходила в другой кастрюльке и подошло под самый вверх теперь тесто должно формочках постоять но крышку станете пока такой у меня уже кучка как видно подтаяла и уже горы разобрала пацанячьего пацанячьи одежды сегодня по приходили опять сообщения в наше приложение школьное от разных школ такого характера конечно не очень приятного продолжают поступать различные угрозы вот как написано что приходят поступает в общем эти угрозы как в нашей школы мекленбурга это округ мекленбург в котором мы все проживаем шарлат и вокруг этого округа так написано угрозы связанные со школами и между вот знаете как у нас была угроза как кто-то звонит в школу и вот угрожаешь что-то случится в этой школе это было еще в моего даже детства и мы у нас там были учения мы выбегали и вот эти хулиганы звонили вот и после того как в джорджии здесь случилось когда мальчик пришел пострелял учеников учителей и с тех пор такие вот балбесы какие-то по-другому как их еще назвать они видимо хайпуют на этой теме и тоже звонят в разные школы в наши школы тогда звонили прямо на той неделе когда трагедия случилась в той школе они по-быстрому начали в нашей школы звоните вот видимо все это дело продолжается потому что я уже забыла на самом деле все плохого очень быстро забывается и вроде как выветрились эти воспоминания и вот опять сообщения пришли значит продолжают этим заниматься сообщили в общем что все нормально блин тряпка по стержам вот и сказали что все прорабатывает пока что все нормально то есть ничего не обнаружено но предупреждают какие последствия ждут учеников детей которые вот все это предпринимают обзванивает угрожает что до сроков до арестов дело дойдет вот они предупреждают и передают эти предупреждения родителям что родители переговорили с учениками чтобы эти балбесы это реально страшная ситуация чтобы заниматься такими делами вы не прекратили думается сегодня у нас снова бедрышки за за сколько за восемь с половиной долларов весом 48 паунда л.б. и наверное хочу грибы пожарить перезаю как всегда вот этот кошмар с курицы для меня кошмар у меня уже идите неприученные вот это кушать и им невкусно когда кусочек жира попадается они я сама в детстве была такая мне кажется все дети не балдеют от куска жира на мясе это потом бывают такие моменты когда нам хочется прямо пожирнее кусочек мне до сих пор не хочется ували в школе опять будет долларовый день когда они должны доллар принести и нарядиться день значит очков солнечных head шляп шапок всяких и доллар заодно притащить это деньги на пожертвования идут фонд школы вот они будет будут устраивать такое мероприятие интересное буду резать грибы я вчера прочитала такую вещь про воду из костка что она обладает каким-то там нехорошим привкусом люди покупали и последние партии как я поняла либо это периодически именно с фирма и вот этой костка происходят такие вещи мы здесь в америке еще не обзавелись фильтра нам нужно купить мы уже переедем и купим обязательно фильтр у нас россии стоял фильтр на воду в обязательном порядке и мы фильтровали готовила на такой воде или такую воду если менять все время картриджи ту в принципе если менять это вопрос не стоит нужно менять все время картриджи и все будет окей я вот как-то с недоверием отношусь быть бутилированной воде когда она непонятно сколько она точнее в каких условиях она хранилась потому что хранение долгое хранение допустим в пластике еще и при каких-то там непозволительных температурах это не очень хорошо поэтому поэтому россии у нас был был фильтр здесь у нас будет скорее всего ну не скорее всего точно да будет фильтр ну и потом столько всяких вот этих расследований было по крайней мере в россии я имею ввиду когда брали эксперты смотрели вот эту пристально рассматривали воду бутилированную известных фирм известных фирм и зашкаливали там некоторые нехорошие вещества поэтому вот это вся супер чистая артезианская там вода из какого-то там святого источника я в эту фигню не верю лучше своего фильтра наверное нету ничего и почему еще нужен фильтр я вот не знаю как насчет очистки от всяких тяжелых таких веществ нехороших химических элементов потому что здесь например было такое что опять же попадал попадали в воду вот эти все вещества медь свинец ну там я не буду перечислять когда промышленность и заводы там какой-нибудь промышленное производство у них происходит утечка утечка куда утечка в какой-нибудь вот и ближайшие там озерцу откуда поступает в том числе вода в дома это уже было по разным я думаю это везде это во всем мире просто где-то это говорят где-то об этом вообще не говорят вот в америке эту эту информацию можно легко найти то что люди быстро но даже если не быстро но в принципе они поднимают вот эту тему они судятся они это часто добиваются своего не добиваются ну а тем не менее информация то есть а вот я полезла допустим поискать что у нас по реке дом и я значит нахожу такую статью интересную значит в реке дон там да там какие-то такие-то проблемы да возможно там нечистое но значит вот эти сам инспекторы сам по санпину значит нарушений не было выявлено несмотря на то что у нас люди очень сильно жалуются периодически по всем районам ростова текла вода непонятного цвета от черного до коричневого до рыжего с запахом без запаха в общем но они это объясняют что то дон у них цветет то еще у них там что-то происходит ну информации крайне мало и люди не особо так ну возмущаются да но никуда это дело дальше не идет и у нас на дону тоже предприятия разные стоят и естественно что-то да и сливают в эту реку но все это дело как-то так замылено на самом деле здесь а получается нашла очень много разных статей расследований как ведущие такие крупные фирмы не будут называть они грешили и против них были заведены какие-то дела они обещали воду чистить они там миллиарды сколько там денег тратили на это чтобы очистить воду чтобы сделать компенсации людям которые вследствие того что они годами употребляли эту воду у них там развились нехорошие всякие заболевания меня понесло бы хотела про фильтр просто сказать но для вчера прочитала про это по эту воду в костка про фильтры что фильтры кстати в костка тоже продаются людьми пользуются вот туда дальше буду искать уже подробно какой фильтр лучше у нас стоял я знаю есть фильтр обратного осмоса у нас какой-то другой был уже не помню какой-то там тройной тройная очистка была у нас несколько раз же надо было покупать вообще сейчас такой хороший бизнес на воде сделан вот эти все аппараты которые висят на каждом доме и тоже там ваш производитель говорит что он там что-то эти карты же меня это все чисто но тоже сомнениями меня берут бизнес поставлен хорошо на воде мадемуазель что вы делаете что вы там щебечите вот как мы теперь ног ноготки стрижем это называется точен точен грибочки еще немного сметану добавила прямо классика грибы со сметаной вот как-то так вместе с долларами свежие овощи салат уже не делаю лучше едят вот так когда овощи просто нарезаны собрались вали на вечерние девчачий променад у нас нет ключей с тобой ты знаешь валь папа забрал ключи кто-то на танцы хочет да ты хочешь на танцы да ой подай вот эту коробку из-под йогурта пиши приготовила на выброс потом все родливо пакетик пока висит потому что мы ждем когда нам мусор вынесут до этого в пакете все скидываем надеюсь я не опоздала с выноса мусора а еще пылесос мы с вами на прогулку на прогулку к мусорку к мусорке смотрим я смотрю что за композиция а это знаешь как у нас столик вот этот коллекция от нашего столика вон смотрите люди выставили у нас просто тумба такая еще пылесос можно взять выкину мусор непонятно просто не вот как они потом опорожняет странную конструкцию нам поменяли мусорки и сделали вот вот такие дверцы вот у нас же такая тумба он короче вон монитор пожар густо эйсер просто мы как раз вот тут брали пашин монитор я уже 20 раз говорила он абсолютно новый был не новый ему всего будет здесь у нас вот такой развал вообще прямо конкретный развал они они добавляют и добавляют к этому развалу телек 100 лет уже стоит ничего не красиво у нас очень сильно ветрено а сейчас этот вели мотоцикл потеряет свою эту штуку у нас где-то через час будет 23 градуса сейчас 20 или валя она уже здесь танцует так куда пойдем до парка может идем дождь туда нет подсвеченные облака так интересно смотрятся рыжим солнце солнце дала там внизу солнце через 30 минут у нас уже темнота будет а что это что это что это что это что это а это corvette написано corvette blue by вообще классная машинка мне нравится смешная мне нравится у нас уже первый красный полностью листик мы нашли это канадский клен по идее наверное вот у нас просто задувает и прямо прохладой забывает я так скажу осень